Привет, любимые! Сегодня с вами говорим про стресс-менеджмент, насколько он важен и насколько он влияет на все. Вы на моем YouTube-канале Соленой30+, и сегодня про стресс. Как стресс, я снимала, влияет на все, но вот кортизол и связанные с ним различные риски, риски по всему, я расскажу. И в этом видеоролике я расскажу также, как можно им управлять и как можно на это все влиять. Как мне говорят, а закислять или защелачивать? А алкалоз или ацидоз? Я, как всегда, шучу, но без шуток, куда уже нам в этой жизни? В чем риски повышенного кортизола и какие симптомы часто настораживают? Кортизол и нормы существуют, да. Существует и выработка гормонов меняется в соответствии с циркадными ритмами. Утром при пробуждении уровень очень-очень высокий. И функции кортизола это регулировка уровня глюкозы в крови, мозговая активность, нервная система, артериальное давление, иммунная система, выработка желудочной кислоты, высвобождение кальция из костной ткани. То есть это элементарно. И кортизол влияет на чувство голода и процессы пищеварения, артериальное давление и физическую активность. То есть мы понимаем, все люди, которые продают вам здоровый рацион и проблемы пищеварения, не всегда рассказывают про кортизол. То есть если вы, например, я себе расскажу простой пример. Если вы, например, элементарно взяли и выполнили какую-то накануне физическую нагрузку, которая вам не посильна, на следующий день кортизол может измениться. Вы можете или больше есть, или больше спать, или не хотеть ничего, или могут начаться проблемы с пищеварением. То есть элементарно просто повысился кортизол. Вы переехали, вы развелись, вы не спали, вы изменили рацион питания, вы съели продукты, которые вам не подходят. Вы, например, имеете нарушение циркадных ритмов. И опять же таки кортизол влияет на эндокринные, половые, щитовидную функцию. При длительно повышенном или сниженном кортизоле возникают разные проблемы. Что часто связано с кортизолом? Лишний вес, тяга к сладкому, к соленому, головокружение, бессонница, сложности с концентрацией и снижение полового влечения. То есть он может быть и понижен, и повышен. Понижен когда? Когда усталость даже после ночного сна, постоянная сонливость, медлительность, апатия, потеря интереса к любимым занятиям. И бывает так, что здесь супер важно влиять на простые вещи. Это следить за питанием, белок в рационе обязателен, полтора литра воды приблизительно, не надо обязательно. Если вы, конечно, профессиональный атлет или бегун на длительной дистанции, то у вас другая история. Если вы офисный сотрудник или просто мама в доме, то тоже другая. Регулярная физическая активность. На это есть причина. У некоторых на этом фоне повышается кортизол очень сильно, а у некоторых нет. То есть это зависит от... Ну сейчас вам скажу, например, если ты плывешь со скоростью низкой интенсивности, твой организм расслабляется. Если тебе дают брасом, кролем, полторасом, как я говорю, и ты должен плыть в течение часа, то организм, конечно, в этот момент еще и теряет многие электолиты, минералы и повышается уровень кортизола. Потому что физическая культура интенсивная, она предполагает более усиленный расход по минералам, витаминам, антиоксидантам. В общем, у меня сейчас получается... Знаете, блок превращается из разряда тем, кому за 30, в блок спорт вреден. В общем, повышенный кортизол может быть от физической нагрузки. Люди, занимающиеся вечером, ложащиеся спать в таком состоянии, обычно или хотят сожрать слона, или порочаются до утра. Плюс кортизол повышается и понижается при диабете, гипергликемии, нарушении гипофиза, надпочечников, печени. Элементарно, человек чем-то заболел, все, кортизол нарушается. Инфекция попала, нарушается. Лишний вес, особенно в области живота, который трудно снижается даже при низкокалорийном питании и тренировках, тоже создает проблему. И тут мы с вами начинаем. Учащенное сердцебиение, повышение давления, экземы, дерматиты, проблемы с кожей, старение, морщины. В общем, это все часто связано с кортизолом. Что делать, ребят, что делать? Придерживаться режима дня и спать 7-8 часов, слать все в дальний угол. Стрессы и научиться с ними справляться. Ну и в баню, пусть они там откисают со своей лимфой. Следить за питанием. Белок в рационе обязательный, полтора литра примерно воды, остальное микро- и макроэлементы. Когда будет повышен кортизол? Когда в организме дефицит кальция, дефицит марганца, дефицит меди. Ну, как бы такие базовые вещи, которые нужны для жизнедеятельности. И еще один момент. Причина повышенного кортизола – это щитовидка, гипофизы, эндокринные органы. Бывают они просто повреждены, и вы об этом не знаете. А многие, знаете, ходят кругами по эндокринологам, которые из одного кабинета в другой. Вместо того, чтобы посмотреть половину моих роликов и посмотреть про питание, про спорт, про генетику, про саплименты. Кучу всего за многие годы можно найти на этой странице. В общем, кортизол и стресс ведут к бесплодию, к апатии, к депрессии и к хронической иммуносупрессии. Вот и все. Поэтому иммунолог, эндокринолог, невропатолог, психотерапевт, кто там еще, гинеколог, часто связаны в области фантастики у людей, у которых просто повышен кортизол. И они, знаете, с одного кабинета в другое. Сегодня гастроэнтеролог, завтра гинеколог, послезавтра еще что-то. В общем, мы все живем в мире, в котором все меняется. Но если вы о себе знаете, что вы такой человек, то просто нужно менять политику взаимодействия со своим организмом. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы и делитесь своими лайфхаками.